Фейнхель тысячелетиями использовался для увеличения секреции молока. Таким образом, фейнхель относится к галактогонным веществам. Структурное сходство его основного компонента анитола с дофамином, по-видимому, ответственно за галактогенную активность. Дофамин подавляет секрецию гормона, вырабатывающего молоко, пролактина. Анитол может влиять на секрецию молока, конкурируя с дофамином в соответствующих рецепторных участках, тем самым подавляя антисекреторные действия дофамина на пролактин. Сообщалось, что аннол вызывает рост долька альвелярной системы в молочных железах неполовозрелых самых кроликов и вызывает менструации у мышей и других экспериментальных животных. Аннол также дал положительные результаты в тесте сосков ядосона, в тесте который включает в себя измерение изменений, вызванных в сосках морских свинок, подвешившихся наклокожному воздействию половых гормонов. Однако дальнейшие исследования показывают, что фактически фармакологически активными агентами, ответственными за галактогенную активность, являются полимеры анитола, такие как дианитол и фотоанитол, анисаманол или анитол.